Продолжение следует... Многие люди считают, что иметь много денег – это грех. Но грех – это не деньги, а любовь к деньгам. Мы должны быть богаты, но стремиться не к обогащению, а к исполнению воли Божьей на нашей жизни. Утешайся Господом! Утешайся Господом, когда у тебя ничего нет. И когда у тебя все есть одинаково, утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего. Зло – это любовь к деньгам. Деньги не могут быть злом. Деньги нейтральны. Если они окажутся в руках святого человека, они послужат для спасения людей. Деньги, которые оказались в руках злодея, послужат для зла. Но что же является грехом? Желание обогащаться. Бог уже дал нам безлимитное процветание, и мы сами его отмеряем. В 10-й серии программы «Время чудес» апостол Владимир поделится учением, которое поможет вам избавиться от нищенского мышления, увидеть прорыв и избыток в финансовой сфере. Также апостол Владимир будет молиться за освобождение от темницы долгов и нищеты. Вы знаете, когда я думаю об этом, когда я с вами говорю об этом, мне так хочется достучаться до каждого, что Бог хочет, чтобы вы процветали, Бог хочет, чтобы вы услышали, что Он – источник, что Он – источник процветания, и что в вашем семени скрыт урожай для вас. В вашем семени скрыт урожай финансов, урожай избавления, урожай, который нужен будет вам в момент, когда нужно будет обналичить что-то, чтобы у вас что-то было. Что обналичить? В момент, когда угроза, просто туча черная станет над вами. Чтобы за вами что-то было, что будет вас защищать. Послушайте, блажен будет у нас на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Когда враги ополчатся против тебя? Ополчатся. Он говорит, нет, я не отдам его на волю врагов его. Их воля, чтобы ты упал. Их воля, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Их воля, чтобы ты погиб. Их воля, чтобы у тебя все было плохо. Их воля, чтобы у тебя не было на этой земле. Их воля. Но Бог говорит, я не отдам тебя на волю врагов твоих. Харалюя. Вот о чем я вам говорю. Процветание от Бога. Боже мой. Вот это семя. Это семя. Когда я жертвую, я знаю, я знаю, что Бог видит мое сердце. Мы всю жизнь с Викторией, мы жили, и мы никогда не откладывали деньги. Никогда. Когда я приехал в Днепр, с Перещепина, с моей первой церкви, я приехал туда, в Днепр. И мы открыли там церковь. Я начал собирать деньги. Собрал сто тысяч гривен. И Бог остановил меня. Я сказал, эти деньги будут как талант, закопанный в земле. Но они могут сегодня кого-то спасти. И я сказал, Боже, все с этого момента. И мы не собирали деньги. Но вы знаете, когда у нас забрали все, нас даже просто оклеветали настолько сильно, что мы с ней оказались на улице. Мы приехали в город, поселились в отель, и нас просто выгнали из этих передач, лживых передач, в которых нет слова правды вообще. А просто топили человека. И знаешь что? Нас выгнали из отеля. Пришел хозяин отеля и говорит, уходите. И я помню, как я просто сидел в комнате, уже не в отеле, я сидел, и я говорил, Бог мой, я всю свою жизнь жертвовал. Ты знаешь, у меня не отложено ничего. И сейчас у меня вообще нет денег. У меня нет даже тысячи гривен. У меня нет ничего. И вдруг в этот момент я увидел картину. что Бог показал мне картину. И я не могу рассказывать, что это за картина. Но Он показал мне картину и сказал мне слова. Ты всегда будешь очень, и потом сказал, очень богатым. И вы знаете, что буквально на следующий день я уже сидел в джипе Бенкли. Новом, абсолютно, эксклюзивном, крутом Бенкли. У меня уже был Мерседес. Через несколько дней. Двухдверный, Эско. Это вообще просто потолок. У меня было три мотоцикла. Харли Дэвидсон салона, Дукати и Боливар Сузуки. Я вам рассказываю реальные вещи. У детей я сразу же просто Лексус. Лексус РРХ этот, джип. И он был особенный. Знаете, сколько я за это заплатил? Ни копейки. Ни копейки. Когда я стоял, просто смотрел на этот мотоцикл в салоне, он был самый лучший там, самый дорогой. И я помню, я позвонил человеку и говорю, послушай, реально, такой мотоцикл. И он говорит, я сейчас приеду. Это был очень серьезный человек. Он мог, ну, как положено, послать помощника, узнать, спросить, что вообще. Но он приехал с деньгами, внес их и говорит, не переживай ни о чем. Разберемся в будущем. И знаете, Бог верен своему слову. И я хочу вам сказать сегодня мое слово к тем, которые которые, которые в силу каких-то обстоятельств были обмануты, были подвержены лжи, были подвержены нападку дьявола и вовлечены в эту сеть дьявольскую, в безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие, бедствие в твоем доме, потому что ты отдал деньги, ты отдала деньги в какую-то компанию, и ты думаешь, ты обогатишься. Вместо того, чтобы отдать эти деньги на дело Святого Духа. Семя твое, в нем урожай, но здесь твое семя. Нет, здесь это не семя. Здесь это просто потерянное. Деньги, бедствие и пагуба, расстройство в доме, в отношениях, боль, которую ты будешь нести многие годы, вспоминая, что ты взял деньги или взяла большие деньги и отдала их не Богу. У тебя нет в истории, чтобы ты взяла и отдала там, к примеру, 150 тысяч долларов Богу. Но у тебя есть история, как ты их отдала, в какую-то компанию. А у кого-то 10 тысяч, а у кого-то 5. Сегодня я обращаюсь к вам, дорогие друзья. Помните, процветание приходит от Бога. И вы должны поверить сегодня мне. Самое важное для вас понимать, что когда мы говорим о том, что мы должны быть богаты, мы не стремимся к обогащению, а мы стремимся к исполнению воли Божьей на нашей жизни. Если Христос умер и воскрес, если Христос заплатил цену, обнищал ради нас, значит, я должен процветать. И сколько бы дьявол не обманывал меня, знаете, как дьявол обманывает? Прямо в церквях. Он говорит, нет, это неправда. Ты должен быть нищим. Нищета это твой удел. Нищета это значит ты святой. А как же быть, если сегодня ты не можешь помочь людям, которые погибают, умирают от рака, умирают от болезни. Но когда мы богаты, это не значит, что мы любим деньги. Многие богатые, очень богатые люди, вы знаете, я богатый человек. Я люблю Бога. Я люблю Иисуса Христа. И все, что у меня есть, оно мне не принадлежит. И я это всю жизнь доказываю, жертвуя все. Оставляя все, жертвуя все, я иду вперед. Потому что я люблю Бога. Но многие я вижу, которые не имеют денег, нищие, они просто поражены любовью к деньгам. Они за 200 долларов пойдут на сделку с дьяволом. Они за какие-то заработки, за какие-то 600 евро, они будут готовы изменить и придать свои же принципы. Дорогие друзья, сегодня Бог смотрит на нас. И Он хочет, чтобы мы не привязывались к богатству, не привязывались к деньгам. а привязывались к источнику, чтобы мы искали не того, что дает Бог просто, понимаете, не его рук, а мы искали его лица, его сердца. И тогда все, что он дает, мы сеем в его проявлении и прославлении имени Иисуса Христа на этой земле. Апостол Павел говорит в 9 главе 2 Коринфянам, он говорит, что служение с ее воспроизводит невероятное благодарение Богу и прославление Христа. То есть, знаешь, когда я жертвую и кто-то исцелился в этом доме. Знаете, когда больной человек в доме? А, вы, наверное, не знаете. Я заходил в дома, где все готово к похоронам. Все готово к похоронам. И я рассказывал эту историю, когда я зашел, мне просто одноклассник сказал, что ты мне проповедуешь. Иди, зайди, там привезли женщину вчера, говорит, а она умрет буквально сегодня-завтра. И я зашел, а там все полностью готово к похоронам. Разные гординки, шторки куплены все на гроб. Она уже лежит не на кровати, а на каком-то столе. Полностью год парализованная, не шевелит ни пальцем руки, ни пальцем ноги, не разговаривает. Лысая, волосы выпали, везде пролежние, жуткие. Теперь послушайте. И я начал ей свидетельствовать, говорить ей о Боге. Я думал, она меня даже не слышит. И вот я прихожу в следующий раз, не зная, жива ли она. И она уже лежит на кровати в другой комнате и говорит, я все слышала. Я все слышала, что ты говорил. И теперь я читаю Евангелие. Вы знаете, что я забрал ее, парализованную. Она впервые, за год, мы ее согнули и затянули в машину на задней сидении и привезли в Перещепино. Я только приехал тогда в Перещепино. Нам самим негде было жить, но мы взяли ее. И она не могла ходить. И уже прошло время. На одной из ночных молитв, послушайте, у нее начали расти волосы, начали двигаться руки, начали двигаться ноги, но ходить она не могла. Но на одной из ночных молитв мы молились. Я помню, как был Сергей Яныш приехал. Мы молились вместе и вдруг такое чудо. Она встала с коляски и пошла. И она начала ходить. Это было просто невероятно, друзья. И я вам хочу сказать, когда кто-то исцеляется, это такой праздник в доме, это такое счастье. Когда у ребенка припадки эпилепсии, когда у ребенка жидкость в голове. Знаете, я вспоминаю случай. Это было на стадионе в Днепре. Он стал греховен нашими грехами и болен нашими болезнями, чтобы мы с вами получили прощение грехов и исцеление от болезни. Один парень подходит ко мне с ребенком. Я не знал ничего, что происходит на самом деле. Он подходит с ребенком, но ребенок, он как спит. И он подходит с ребенком ко мне и говорит, пастор, пожалуйста, помолись за него. И я помолился за него. Он говорит, за исцеление. И я помолился за его исцеление. и пошел. И вот эти люди рассказывают, что у их ребенка была опухоль в голове, была эпилепсия, опухоль в голове, и нужно было делать трепанацию черепа, и уже ничего не помогало, и он находился прямо в больнице. И так как уже ничего ему не помогало, то папа с мамой, они договорились с докторами, что врачи поедут вместе на скорой, на собрание, на стадион, и привезут ребенка, чтобы за него помолились. Я этого всего не знал, что ребенок даже не ходил. Мальчику было около 5 лет, 4-5 лет, но он вообще не ходил и вообще не развивался, не говорил, послушайте, когда я помолился за него, они говорят, что вдруг полчаса он был мокрый, жар какой-то на нем был, и вдруг он просыпается и начинает говорить, дайте мне попить. И это было для них шоком. И он начал пить, 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 а потом встал на ноги и начал бегать. И он, говорит, бегал, он так бегал, он так мешал, говорит, сын. И мы, говорит, такие счастливые были, мы вернулись домой, его обследовали, никакой опухоли, ничего нет. В доме праздник. Братья и сестры, я видел чудеса, и я знаю, что сегодня я не хочу ни в какую фирму вкладывать деньги, я хочу деньги вкладывать в прославление имени Иисуса. Там, где счастье в доме, там, где зажигается свет, там, где бесы больше не контролируют территорию. Вы еще услышите в этом учении очень много интересного о том, как дьявол вас обманывает относительно денег. Сегодня я говорю вам. Блажен, кто помышляет о бедном. Итак, в вашем семени скрыт урожай. И я благословляю вас сегодня. Пусть сегодня Дух Святой начнет проговаривать к вам, что вы можете процветать. Вы можете быть человеком, который имеет всякое довольство и богат на всякую щедрость. Вы можете. И сегодня вы должны знать места Писания, которые я вам дам. Матфея 6, 33. И вы должны это местописание запомнить раз и навсегда. Матфея 6, 33. И здесь говорится, смотрите. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его. И это все, то есть все, чего вы ищете. Вы хотите новый дом, вы хотите квартиру, вы хотите машину. Послушай, расширь свои границы. И это все приложится вам. Если ты человек, который сегодня просто-напросто у тебя маленькие зауженные даже желания из-за того, что ты настолько уже сохся внутри в этих долгах, кредитах и давлении. Я говорю, выход – это Бог. Выход – это семя. Второе местописание – Луки, 6, 38. Запомните это, запишите это, я умоляю вас, чтобы вы знали, что Бог дает нам безлимитное процветание, неограниченное процветание. И Он отдал Его в наши руки, и мы сами себе отмеряем это процветание. Я уже говорил об этом, и я повторяю, чтобы вы знали. 6, 38. Луки. Иисус говорит, давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше. Ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам. Не Бог мне отмеряет процветание. Сегодня, оказывается, я сам себе отмеряю процветание. Я сказал когда-то, я буду жертвовать как безумный, и потом я буду видеть благословения, безумные благословения от Господа. Безумную жатву. И так и есть. И так и есть, друзья. И мне так хочется с вами делиться и делиться. И мы будем продолжать говорить на эту тему. Вы должны знать, это учение изменит вашу жизнь. Сейчас в этих передачах я хочу достучаться до вас, чтобы вы поняли, что мы не стремимся к обащищению, мы не стремимся к тому, чтобы просто схватить и выхватить с Божьей руки то, что в самом деле, да, нам принадлежит, оно уже в нас. Амин. Мы стремимся, чтобы на нас исполнилось Слово Божье. что мы должны ходить. Как говорит 2 Коринфянам, посмотрите. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Это говорится о деньгах. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. Всякое довольство. Вы знаете, всякое довольство. И многие люди думают, ну, ты же можешь быть доволен, имея пропитание и одежду. Я, да. Я так и живу. Бывает, имею пропитание и одежду. А бывает, имею всякое довольство. Как учит Павел. И я могу сюда приехать на Майбахе, могу приехать на БМВ, могу приехать на Феррари. Вот знаете, как говорится, всякое довольство. Но самое интересное, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Всякое доброе дело. Всякое доброе дело. Увидел, через дом живет старушка, и она бедненькая ходит просто еле-еле. И ей даже некому сходить в аптеку, а она бедненькая идет с этой палочкой. И ты думаешь, нет, так не будет. Так не будет. Я что-то сделаю для нее. Я помогу ей. И ты начинаешь заботиться о ней. Мы с Викторией покупали пожилым людям дома. Мы покупали пожилым людям дома, друзья. Мы покупали разным людям и дома, и квартиры. Знаете, и это всегда приносило нам счастье, потому что мы знали, что если мы останемся без дома, мы будем довольны. И знаете, что нет проблем. Когда мы остались без дома, Бог по своей милости начал давать нам отели. Просто дарить их. И я вам скажу, сегодня есть отель у команды. Кто о таком мог мечтать? Сегодня наш отель прямо на берегу Индийского океана, на Бали. Друзья, это отель, где рядом у меня сосед. Это президент, который был до этого президентом. И он действующий политик. Его дочь баллотируется сейчас президентом. слева, там, как говорится, внук Елизаветы королевы. Там серьезные люди. Но Бог открыл дверь нам и подарил нам целый отель. Но, знаете, мы с Виточкой живем. Все, вся наша команда знает. Мы никогда не делаем так, чтобы жить на какую-то широкую ногу. У нас одна комната, в которой мы живем. И наше богатство, она мое богатство, я ее люблю, а я ее богатство. И наше счастье быть вместе, потому что мы знаем ценность того, чтобы быть вместе. Наше счастье служить Богу. Мы выходим ночью, молимся, смотрим на небеса. Мы не можем купить небеса. Ни за какие деньги. Но Бог дал нам глаза, чтобы видеть это. Бог сотворил для нас эти звезды, это небо. Он сотворил для нас эти океаны, эти моря. Он сотворил для нас друг друга. И сегодня пусть царствует твоей жизни вот это изобилие Божье, чтобы ты был счастлив от того, что ты делишься, заботишься о других, заботишься о бедных, заботишься о бабушках, заботишься о пожилых людях, заботишься о больных людях. В твоем семени уже скрыт урожай. В твоем будущем, послушай, знаешь, когда ты сеешь, ты неизбежно пожнешь. Дух Святой, я прошу тебя, проговори сейчас каждому. Пусть у тебя рухнут твердыни дьявола во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. О, мой Бог, аллилуйя! 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 Есть люди, которых сейчас прямо пронизывает это слово, как будто бы дьявол пал под ваши ноги сейчас, который удерживал, контролировал вас, обманывал вас, вел вас ложной дорогой. Сейчас Бог открывает вам глаза, сатана упал под ваши ноги. 22 стих 8 главы Бытия. Бог говорит впредь, во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Впредь, во все дни земли сеяние и жатва все, что мы сеем, мы пожнем. Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И знаете, сегодня мне хочется каждому из вас сказать, ночь, день не прекратились, холод и зной не прекратились, лето и зима не прекратились, и сенья и жатва не прекратились, а дьявол убеждает вас, что на самом деле прекратились. И Бог может не воздать. Нет, Бог воздает. Бог верен своему Своему Слову. Я прямо сейчас молюсь за вас, чтобы Бог открыл ваши глаза. И если вы были на ложном пути, если сатана настроил твердыню в вашем мозгу, в вашем разуме, чтобы они рухнули во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, дьявол будет разрушен прямо сейчас. Всякое ложное убеждение, ложное наставление, ложное верование, пусть будет разбито прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Силой Святого Духа, Боже, я молю тебя, сегодня открой глаза. Самой твоей большой проблемой Господь была на земле, что люди имели уши и не слышали, и имея глаза не видели. И сегодня я молю тебя, Боже, по милости Твоей, пусть откроются глаза, по милости Твоей, дай слепым прозрение, дай тем, кто не видел, видеть, дай тем, кто не слышал, слышать глазами сердца, ушами сердца. Боже мой, благослови, чтобы сегодня каждый увидел истинный путь, что Ты есть путь истинной жизни, что Ты есть тот, который стоишь над всем, и Ты Бог, хранящий свой народ, хранящий каждого, и Ты Бог, который исполняет Своё Слово и следит за каждым моментом нашей жизни. Благослови, я умоляю Тебя, пусть благодатью Твоей, Иисус, будет покрыт каждый, пусть процветание приходит в жизнь каждого, пусть сегодня все твердыни и нищеты будут разрушены, пусть твердыни и бедности будут разрушены, пусть сегодня долги и проклятие нищеты будут разрушены, пусть сегодня будут разбиты все оковы всяких кредитов, всяких заблуждений, всякого сребролюбия, отрекитесь от всякого сребролюбия, прямо сейчас, скажи, я отрекаюсь от всякой любви к деньгам, я люблю Бога, заяви это в духовный мир, я отрекаюсь от всякой любви к деньгам, я люблю Бога, я люблю Иисуса Христа, заяви это, скажи, скажи еще, скажи, я отрекаюсь от любви к деньгам, я люблю Бога, я люблю Иисуса Христа, я люблю Духа Святого, О мой Бог, пусть сегодня твердыни рухнут. Пусть сегодня всякое помышление будет пленено по слушанию Христу. Пусть сегодня каждый будет поднят. Пусть сегодня нищета просто не сможет удержать, не сможет контролировать тебя. Не сможет контролировать. Во имя Иисуса, я молю тебя, Господь. Пусть все в щупальце дьявола этой бедности, нищеты, нищенского мышления, пусть сегодня эти щупальцы будут просто отрублены мечом. Слово Божьего, мечом Духа Святого, помозданием Божьим. Пусть сегодня откроются глаза, и пусть сегодня каждый, столько людей, Господи, которые сели, которые давали десятину годами, но не имеют веры, не понимая, что десятина — это тоже семя. И у них нет ожидания. Господи, сегодня поверни их мышление, чтобы был прорыв. 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 Прорыв в твоих финансах, я говорю. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. О мой Бог, я благословляю каждого партнера. Возможно, кому-то Бог прямо сейчас реально открывает, что ты должен быть партнером, что ты должен поддерживать конкретно именно это служение. И это момент, в который ты должен осознать, Боже, если ты хочешь, если это и есть ключ. Партнерство часто является ключом, ключом к закрытым дверям. Ключом к тому, чтобы изменилась вся жизнь. Ключом, где открывается дверь в новую жизнь. Ключом из темницы. Партнерство освободило меня. Жертвы освободили меня из темницы, в которой я находился всю жизнь. Темница нищеты, недостатка, займов постоянных, долгов постоянных. И это был ключ для меня. Возможно, Дух Святой сейчас тебе говорит через меня. И говорит тебе, что тебе нужно быть человеком, который поддерживает действия Духа Святого и прославление имени Иисуса Христа, Его святой жертвой. Пусть это произойдет. Я благословляю всех партнеров во имя Иисуса Христа. Я благословляю всех принявших решения. Стать партнерами. Прямо сейчас я благословляю вас во имя Иисуса Христа. И все, кто еще думает. Я благословляю Господи. Ты, Господи, направляй каждого. Пусть то помазание, которым ты помазал нас, пусть оно через, Господь мой, это принятие слова, через это партнерство, это помазание переходит на них. Помазание процветания, сверхъестественного обеспечения с неба, независимого от обстоятельств, от работы, от начальства, или еще от каких-то ситуаций экономических в мире. Боже мой, ты великий Бог. Аллилуйя. Благослови. Во имя Иисуса каждого, каждого, каждого. Пусть каждый бизнесмен сегодня поднимается. Пусть каждый простой человек, у которого одни долги, сегодня освобождается и расправляет крылья, понимая, что он богат. Я прошу, заявите сейчас, заявите сейчас. Скажи, я богат во Христе Иисусе. Я богат во Христе Иисусе. Я богат. Я имею всякое довольство и богат на всякое доброе дело. Скажи, я имею всякое довольство во Христе Иисусе. Я имею всякое довольство и богат на всякое доброе дело. Повтори за мной, я богат на всякое доброе дело. Аллилуйя! Заяви, я партнер! Аллилуйя! Я партнер! Я помазан процветанием! Аллилуйя! Помазанием процветания во имя Иисуса Христа! Амин! 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 Дорогие, увидимся в следующей передаче. Нас ждет очень серьезное, глубокое учение и разбирательство того, почему вы оказались в этой ситуации. Нас ждет самое главное впереди! Амин!